Ребята это люди, у которых есть воля к действию. Они сейчас 2% в 60 уже с Донецкой и Луганской областей. Переместимся на 8 километров дальше, на украинскую линию фронта. В село Маринка, под самым Донецком. Проверь поход на комодин. Это сейчас говорят о перемирии, а до него батальон нацгвардии ежедневно терял людей и технику, которой предательски мало. Об этом не стесняются говорить ни командиры, ни их подчиненные. Потому что реально государство нам ничего не дает. Все, что на данный момент нам дало государство, это оружие. Ну, раз в день операция, в любом случае. Пара бронированных микроавтобусов, все остальное – переделанный легковой транспорт. Через какую-то неделю под Иловайском это станет фатальной ошибкой для ребят. Но пока на это никто не обращает внимания. Да, всех рассадить по тачанкам. Неожиданный боевой выезд. Большинство из них уже через неделю попадет в плен. Многих убьют во время бомбардировок Российского Града. Но пока солдаты преисполнены бодрости. Смотритесь им в лица. Под этими бронежилетами бьются далеко не трусливые сердца. Садимся в обыкновенный микроавтобус «Титроэн». Двигаться нужно ночью через опустевшие деревни. Из-за любого угла может быть выстрел из РПГ. Колонна движется в направлении Донецка. Самое интересное, что я в это с 7 утра собираюсь пожрать. Высаживаемся. Дальше придется пешком. Так вот стреляете. Вот так вот. Вдоль речки. Четыре часа работают грады. Утром на периметре спокойно. Солдаты спят по очереди. Всю ночь по позициях поруч стреляли с градов. Я, как говорит командир местного, подниматься не важно, потому что работает снайпер. Боевые действия не прекращаются. Тут на передовой есть место и простым, человеческим радостям. Я командир протитанкового взвода батальона специального призначения. Мой позивный фагот. Это заявление для нашего брата Фагота, который есть танок на Майдане Конго. Фагота, знай, ты не один. Это для тебя подарок. Это тубус с отстрелянного снаряда нашего протитанкового комплекса. С этого тубуса был знищенный наблюдательный пункт сепаратистов. Этот тубус ты можешь использовать для рыбалки. Ездить на рыбалку, возить удочки, разные принады для рыбалки и так и другие. Также можешь на своем мотоцикле ездить на нем до девчат. Спустя неделю все, кого вы видели на этом видео, попадут в Иловайскую ловушку. В это время подарок найдет адресата в Киеве. Поставлю в студии, хай стоит. Значит, нагадуй мне про неспокойные часы в Украине. Фагот Олег Михайлюта придется подарком тогда, когда СНБО будет сообщать, что Иловайск взят украинскими войсками. И причин для беспокойства нет. Мне бы хотелось, чтобы мы с теми же самыми хлопцами не обменивались вестильными фаготами, а, может, те же сами вудочки не сюда пихали потом, а просто взяли их в руки и пошли на рыбалку. По эту сторону войны также ведется борьба невидимая. Пока автомат не в руках, требует помогать тем, кто там сейчас с зброей. Мы сделаем звонок туда, на линию фронта. И окажется, что кратковременная Иловайская победа оказалась ловушкой. День добрый. Это Фагот турбует из Киева. Отримал подарочек. Я сейчас с кем разговариваю? Это Фагот. Я Фагот. Здравствуй, Фагот. Фагот с тобой разговариваю. Тримаю отстрелянного Фагота в руках гильзочку такую немаленькую. На том конце провода на секунду обрадовались. Но только на секунду. Новости неутешительные. Чувствуешь, мы, как это сказать, мы говорим это примерно так. В таком *** резе, что не знаем, чи выберемся, чи нет. Ситуация критичная. Фагот пытается сказать слова поддержки. Хотя какие могут быть слова, когда на том конце телефона смерть и кровь. Рады еще в очи подивитесь трошки позже. Тримайтесь, хлопцы. Уже тогда жертвы шли на десятки. Каждый час батальоны теряли побратимов. Автор подарка, тот Фагот, который в Газке, сообщил, многих уже нет в живых и выбраться им шансов нет почти никаких. В это время многих украинских солдат продолжали допрашивать и пытать.